Участок придорожья по Институтской между Студенческой и Василенко всегда отличался неухоженностью. Широкие улицы и при этом узкие разбитые дорожки вдоль домов вынуждали людей частенько надевать резиновые сапоги. Раньше здесь приходилось идти буквально утопая в грязи. И широкий участок бездорожья начинался у самой проезжей части и заканчивался почти у домов. Теперь здесь можно ходить хоть босиком. Такие красивые, ровные и чистые тротуары построили здесь недавно. Удобные плиточные тротуары тянутся теперь вдоль домов общежития и пятого корпуса ОМГУ. А на другой стороне дороги вдоль домов и школы, куда каждый день ходят учиться сотни детей. И им теперь можно не носить с собой сменную обувь. Мы выходили из школы и плавали по воде здесь. Брали с собой сапожки, либо по бровке вот так шли. Мы очень рады, что наконец-то эту улицу преобразили. Рады дети, что они теперь могут идти в чистой обуви. Рады родители, что безопасный переход. Рады учителя. У нас теперь есть парковочная автостоянка. И парковку длиною почти в квартал. И дорожки, и съезды для колясок, и удобные подъезды к домам, и широкие тротуары. Все это, как выяснилось, построили с учетом пожеланий людей. И в очень короткие сроки. Планировали реконструкцию до конца сентября. А закончили в середине августа. Потратили на ремонт 43 миллиона рублей. Изначально, конечно, мы просто планировали сделать тротуары и просто сделать улицу. По ходу самих работ мы проводили еще дополнительные конкурсы на устройство парковок, стоянок. Потому что по ходу уже видно было, что эти объекты нам необходимы. То есть стоянки дополнительные и так далее. То есть мы… Все это рождалось, скажем так, постепенно. Как в споре рождается истина, так сообща, с учетом мнений людей, родилась обновленная институтская. Теперь очередь за улицей Мухина на отрезке от Дейской до Пролетарской. Но ее реконструкция запланирована только на следующий год. В этом все денежные ресурсы, которые могли быть освоены на дорожном строительстве, брошены на помощь подтопленцам. Олеся Сиваченко, Александр Лесенюк. Программа «Город».